И так продолжим наши миссии при Трианцах. Следующая миссия это 53-й год до Рождества Христова. Несмотря на прошлогоднее поражение, Цезарь не отступился от своих планов покорить Британию и соответственно хочет это сделать немного по-другому, нанося точечные быстрые и смертоносные удары. То есть необходимо преподать при этом урок. Уже второй раз мы высаживаемся на Британский берег. И на этот раз наша задача предельно ясна. Нужно научить Бритов бояться римских орлов. В первую очередь мы должны позаботиться о вожде Бритов, Катувилауне. Его деревня находится на севере, на другом берегу Темзы. Союзниками Катувилаунов в этой войне выступили Атребаты, Кантиакумы и Тринноваты. Наш гальский союзник Коми уверен, что уничтожив священные алтари кланов, мы полностью сломим их боевой дух. Возможно, именно таким способом можно заставить их сложить оружие. Старайтесь не нападать на Бритов без веской причины. Иначе варвары станут еще более агрессивны и неуправляемы. Слава великому Цезарю и римскому народу! Итак, нанесем по ним решающий удар, потому что Бриты слишком зажрались на своих островах. Они мешают экспансии Римской империи, дальнейшей экспансии. В нашем распоряжении довольно-таки неплохо. С войском сейчас мы его еще увеличим, но необходимо занять ближайшие высоты сразу же, разведать местность, сделать необходимое приготовление, если будут нападения. То есть построить башню, конницу сразу же на возвышенность. Тут у нас копейщики стоят, их подготовительную защитную позицию. Наши войска тоже, я думаю, не стоит держать в низинах. Поэтому постараемся распределить наших героев так, чтобы при необходимости увезти их в безопасное место. Сами понимаете, что при нападении неожиданно они могут погибнуть, и поэтому наша миссия прекратится. Мы проиграем сразу же. Это недопустимо. Поэтому будет вот так. Я думаю, в этом месте герой у нас будет более-менее в безопасности. И туда кавалерию направим. Когорты легионеров и лучников на возвышенность. При необходимости они будут... Ага, у нас тут уже по карте продвигается какая-то группа врага. Поэтому необходимо быстренько подготовить копейщиков к их атаке. Так, на колено. Лучники на колено. Легионеры. Хорошо, пилу мы пошли в бой. Здесь все будет жестко, потому что войны идут в атаку и конятся. А у них очень сильная. Очень сильная у них шкала здоровья и удар. Так, новые войска заказываются. Пока строим башню. Сразу же не дали нам войти в курс дела и сразу же произвели на нас атаку. Видим 4 деревни врага. Это довольно-таки неплохо. Поэтому они будут постоянно наверняка атаковать. Тем не менее, я думаю, мы начали хорошо. Хотя, хотя, где врач? Получается, врача сразу же убили. Это плохо. Все, конница нам помогла добить. Врач создался. Зря маргионеров потеряли. Могли бы их не потерять. Но теперь два врача будут подлечивать наше войско. Постройка как раз. Следующая постройка. Британия. Опять мы вернулись в Британию. Вы помните, сколько мы ее мурыжили. Почти два часа. Это неудивительно, потому что действительно сложно сражаться было. И по истории с британскими племенами. У римлян не было необходимых резервов. Для окончательных атак. Так, что там у нас? Ага, конница. Ну, одиночный отряд, я думаю, не проблема. И из-за того, что препятствовало подтягиванию резервов водной глади, пролив Ла-Манш, как ныне он называется, безусловно, не получилось покорить Британию. Так это и не получилось у римлян сделать их. В дальнейшем был построен вал, который защищал от более диких племен. Ну, а во времена Цезаря все обошлось только заключением с определенными племенами соглашения, выплатят дань, но никто эту дань не платил впоследствии. Поэтому получилось то, что получилось. Просто-напросто римляне освоили еще одну территорию, разведали ее, возможно, приобрели какие-то навыки, усвоили какие-то интересные, может быть, даже усвоили какие-то интересные изобретения со стороны британских племен. Так, здесь пора нам немножечко экспансию нашу расширять, поэтому разведку ближайшие леса мы пошлем. На этом все и закончилось. И у римлян от Британии на то время никаких бонусов не было. Хотя впоследствии это помогло, конечно же, снова вторгнуться на территорию. Было уже известно, что действительно стоит бояться орлов. И облегчило судьбу тех легионов, которые завоевали половину Британии, подчинили ее под римскую власть. Вообще все эти события не были стоящими. Почему? Потому что в результате появилась мировая сверхдержава, Великобритания, которая властвовала на протяжении двух столетий, фактически 18-19 век, и на морях, и на суше, Британия владела почти всем земным шаром. Можно сказать, двумя третьими земного шара. Ну и если вы так не в курсе, то сейчас тоже под покровительством Британии, хотя это такое номинальное покровительство, состоит очень много государств по всему миру. Там что-то около 70 получается. Хотя сейчас это все лишь так на слуху, номинально. Знаем, что и Канада, да, тоже она является в какой-то мере бывшей провинцией Великобритании. Колонии, извиняюсь, не провинции, а колонии Великобритании. И до недавнего времени даже с согласия королевы там выбирался премьер-министр. Сейчас это все, можно сказать, сворачивается, большая независимость приобретается. Ну, в принципе, все те страны, которые находятся под покровительством Великобритании, совсем не против, так как в данное время это означает просвещение, культура, улучшение уровня жизни. И очевидно, что все страны, которые находятся под покровительством англоязычного мира, являются самыми лучшими по уровню жизни в мире. Хотя, в 18-19 век, конечно же, из них чисто выжимались все соки. Ну, и сейчас так делается в определенных нефтяных государствах. Но сильно эти государства от этого не страдают. Кроме тех, которые сейчас новые подожглись. Это мы говорим о Египте, Ливии и так далее. Хотя здесь уже больше завязаны интересы многих государств. Тут уже сложно говорить что-то о самой Великобритании. Тут больше играют роль США. Ну и опять же, критически к этим вопросам всем подходить смысла нету, так как история есть история. Когда-то будут изучать и современную историю. Таким же образом, возможно, создадут игры по современной истории. И никто не сможет сказать, хорошо это или плохо, потому что это стало реальностью. Так произошло. Оно привело к определенным последствиям. Причины и следствия. Из-за этого что-то стало хуже, что-то стало лучше. Ну а тем отдельным людям, которые пострадали, конечно же. Никто не компенсирует этим страданиям, как всегда. Потому что история человечества, она построена на костях, как я уже говорил. Миллиардов простых, обыкновенных человек. Так, продвигаемся дальше. У нас, видите, немного увеличилось количество войска. И наша задача выбить ближайшую деревню. Для этого, как вы помните, нам подсказали. Нам нужно... Ого! Там... К нам... Подоспели некоторые... Вражеские войска. Причем с обоих сторон, насколько я вижу. Ага, ну два отряда, это не настолько и много. Здесь, я думаю, проблем с ними не будет. Как обычно. Ну, правда, лучники завязались. Конечно, замечательно. Лучники завязались. Ой. Выжили, видите, да. Так, а вот с деревней у нас, конечно же, ничего хорошего нет. Сколько там врага, интересно, осаждает. Здесь мы уже разобрались, здесь не проблема. Ага, ну здесь, я думаю, тоже. Вот только вот этот момент, о котором я говорил. Ага, подожгли, подожгли наши селения. Это очень плохо. Это очень плохо, но... Но-но-но. У нас есть пехота, которая, конечно же, постарается исправить это. Видите, да, как два отряда могут очень сильно навредить любой деревне. Для этого не нужно собирать какое-то большое войско. Всего лишь поджечь. Ага, у нас есть большая проблема. Это берсеркеры. Это очень сильный отряд. Очень сильные берсеркеры. У них очень много жизней. Три с половиной тысячи жизней. И это очень опасная схватка, можно сказать. Хотя, учитывая наше численное превосходство, мы, конечно же, помогли. Но когда отряд берсеркеров набирает опыта, а опыта он набирает через истребление вражеских отрядов, то он является очень грозной силой. И его очень трудно перемолоть на поле боя. Кто такие берсеркеры? Ну, если вы знаете историю о ведьмаке, да, это, можно сказать, мутант, накачанный на наркоте. Нет, конечно же, в берсеркеры это... Ого! Тут что-то у нас как-то получилось. Все намного хуже, чем ожидалось. Ого-го! Здесь мы ящик Пандоры реально раскрыли. Так вот, берсеркеры применяли наркотические средства, одурманивающие. Это были специальные тренированные воины. Конечно же, они не были никакими мутантами, но, тем не менее, были такими обезбашенными, полностью обезбашенными воинами, которые применяли одурманивающие травы для того, чтобы не чувствовать боли. И, соответственно, могли биться до того, пока их в капусту не изрубили бы. Были очень опасной силой. Что-то наподобие, можно сказать, камикадзе, только без разных самолетов или каких-то технических средств. Хотя против опытных легионеров, берсеркеры противостоять очень сильно, можно сказать, не могли, потому что всегда на поле боя все-таки это было решающим. Так, а кто же нас тут? А, тут орел. Так, уничтожить алтарь, кантиакумов. Я так думаю, они сдадутся, если мы уничтожим этот алтарь. Все, да, есть. Хорошо. Мы не против. Только ваш нейтралитет вам не поможет, ребята, потому что вы очень сильно достали нас. А так как у нас много войск, то, соответственно, мы можем немножечко поговорить с вами с позицией силы. Давайте, давайте. Так что, видите, что завязки современной истории тянутся с давних еще времен. Тут много интересных моментов, много интересных таких тенденций в отношении тех элит, которые правят миром, конечно же, издавна. Не все так просто, как объясняют те, кто верит в теорию заговора. Конечно, много интересов, много конкурирующих таких групп, которые борются за власть и влияние. Но, тем не менее... Ого. Да, вот теперь мы точно ящик Пандоры открыли. Ого-го. Вот это там поперли. Ага, ну, в принципе. Здесь конница. Но конница наносит такой существенный ущерб при необходимости. Здесь у нас тоже такие неплохие довольно-таки завязки. Но у нас есть конница. Которая, которая... Которая нам поможет. Я думаю, эту волну противника мы отобьем. Так вот, в отношении мировых элит в разные эпохи истории правили определенного рода мировые элиты. То есть сейчас мы, как знаем, влияние самое... сильное оказывает на мировую историю это англо-саксонские элиты. Ну, в частности, еврейские тоже элиты, которые очень хитро, ну, мудро, можно сказать, вплились в англо-саксонскую политическую систему. В то время, конечно же, это был Рим, римская империя. До этого была Греция. После этого тоже были определенные державы на европейском континенте. Также всегда особняком стоял Китай, ну, на американском континенте в то время. Конечно же, были свои немножечко разборки, о которых мы узнали только в 15-16 веке, ну, более подробно. До этого, конечно же, просто-напросто Америка, как южная, так и северная, не была доступна. Была доступна викинги в 10-11 веке, конечно, туда плавали. Были даже такие предположения исторические, что плавали и раньше намного, но, тем не менее, для летописи, для всего. Ого, там у нас так, хорошо, хорошо. Мне нравится, когда много. Так, здесь разведчик нам очень очень не с руки все. Строим новую деревню. Хорошо, когда много отрядов. Это очень солидно выглядит. И хорошо для дальнейшей экспансии. Ну, посмотрим, как будем продвигаться. Наверняка, там немало врага, которые помешают нам подчинить Британию. Но, тем не менее, урок хотя бы мы преподадим. С другой стороны, конечно же, когда происходила борьба, когда происходили завоевания, когда были несколько таких систем, влияния, когда были несколько групп, которые боролись за власть, всегда происходила такая вспышка развития. то есть, что-то наподобие научно-технических революций, каких-то таких солидных эпох. Помним, что и эпоха Возрождения, она тоже на фоне определенных конфликтов между королевскими домами происходила. вообще знать хотя тут большую роль играли и итальянские события, то есть, в то время в Италии очень много политических конфликтов было. На фоне этого жили такие известные люди, как Микеланджело. И очень-очень много других человек. Так, нас что-то со всех сторон начинает поджимать. Мы заказываем, кстати, до прачников. Но так как у нас не хватает очков опыта, то есть, это очки, которые позволяют вербовать элитные отряды, то мы закажем что-то попроще. Это конницу. Здесь построим форпост для дальнейшего подвижения и защиты. Оставим в нем лучников. Деревню нашу злосчастную опять атакуют. И опять варвары пытаются что-то нам противопоставить. Но наши легионы, наши когорты готовы к этому противостоянию. Видите, несмотря на то, что 4 когорты легионеров кинули в них пилумы, варвары, один отряд он все равно противопоставил. Тьфу ты. противостоит. Даже лучники не сразу умирают. Если бы это был, конечно же, наш отряд, он мгновенно практически полег. Так, быстро занимаем возвышенность. На ней может открыться опасность, которая нам совсем не нужна. леса. леса. И мы подходим уже к следующей деревне. Хорошо. Продвигаемся дальше, дальше строим форпост. Таким пошаговым методом мы укрепляем наше положение на карте. В это время наши конные запасы ждут нас. При необходимости могут помочь. Видим, что усиленно варвары начали строить отряды в деревне и пускают их по одному. В этом их не ошибка. И поэтому, конечно же, мы можем продвигаться дальше. Ага, видим, еще подмога подоспела. Хотя это пехота. У них нет никаких шансов против натренированных римских солдат. И разведчик, конечно же, который позволяет лучникам нас видеть и истреблять. Ага, здесь хорошо, замечательно. Опять разведчик, да, разведчиков они наставили неплохо. Здесь у них с этим все в порядке. И баллиста даже. Хорошо, что лучники вышли из башни. Это очень сильно помогает нам. Иначе бы мы в башне потеряли бы много очень усилий. Хорошо, мы займем эту башню. Это способствует нашему дальнейшему продвижению. Видите, что врага здесь довольно-таки много. Он расположен хаотично, но тем не менее ослабляет очень сильно наши отряды. Позволяет им распыляться, а это, конечно же, способствует истреблению. Так как в едином кулаке римская армия всегда действовала лучше, чем отдельно по отрядам. Так, алтарь, уничтожить алтарь, чтобы деревня сдалась. Но я думаю, что деревню мы и так займем. Пехота дальше. Пусть укрепляет дальше наши позиции. А отряды все производится и производится. Так, что-то никто не сдался, не пойму, почему. Потому, наверное, что мы начали атаковать деревню. Ну ладно. Пускай так и будет. Кстати, в отношении атак деревней, опять же, такой урок, да, брита, можно сказать, бесполезный. Просто истребили несколько деревней, деревень, испугали противника, нанесли ему ущерб, пригрозили ему действительно барвары. Начали бояться в какой-то мере римлян, но в то же самое время ненавидеть их. Потому, что такие жестокие вылазки, конечно же, ничему доброму не поощряли. Но тогда такое время было жестокое довольно-таки. Хотя сейчас эти жестокие тенденции тоже наблюдаются в тех странах, которые не сильно развиты. И сами понимаете, что это прекратится неизвестно когда. Потому, что мир развивается неравномерно. Где-то до сих пор люди ходят еще в набедренных повязках. и это отнюдь не из-за географических отличий. Так, нашего второго героя мы, правда, немножечко рискуем, проводя его. Ага, вот так вот, вот так вот, нет, нет, уходи, уходи. Вот это очень глупый поступок. Рисковать героем, рисковать полностью всей миссии ради быстрого пути к деревеньке. Здесь новые у нас подвижки. Не в хорошую сторону. Но у нас есть резерв, у нас есть конница, которая всегда готова прийти на выручку. И это очень-очень хорошо. довольно-таки активно мы продвигаемся за счет распыления вражеских войск по карте. Это положительный момент. Так, ну, здесь, я думаю, мы сможем найти общий язык с врагом, то есть его легко уничтожить. Все. Хорошо. И видим, что по истории, несмотря на какие-то предпочтения историков, происходит обычно то, чего не хотят властвующие элиты. То есть рано или поздно любая держава мировая приходит в упадок, рано или поздно сменяется другой. Конкуренция она позволяет развиваться, поэтому так и происходит. Люди не стоят на месте. В данный момент тоже видим, что никакого абсолютно национализма. Это чисто с такой исторической точки зрения видим, что белое население постепенно убывает, так как более развитым является, соответственно, рождаемость меньше и начинает преобладать так называемое цветное население. Это будет неизбежной тенденцией. На протяжении истории никуда не денется, будут смешиваться опять же расы и все такое. Но то, что мы видим, наблюдается в многонациональных, даже, можно сказать, безнациональных Соединенных Штатах Америки. Абсолютное смешение всех раст, всех цветов кожи. и даже, можно сказать, что довольно-таки мирное сосуществование тысяч разных культур. Это неизбежное, ну, если не случится какого-то глобального сильного катаклизма, неизбежное будущее всего земного шара. Это у нас, когда видит кто-то человека с абсолютно другим цветом кожи на улице, о-о-о, посмотри, посмотри. Ну, хотя в более таких развитых городах, там, столицах, возможно, уже такого давно нету, а в провинции у нас это происходит довольно-таки часто. А так, конечно же, рано или поздно человечество придет к тому, что это все не будет играть никакой роли, абсолютно никакого значения. Сейчас, конечно же, это влияет еще на очень многие вещи, но, тем не менее, неизбежно то, что сольются. Все нации, все расы, культурное различие будут размываться. Так, видите, да, башня нам довольно-таки хорошо помогает. Постройка форпостов позволяет нам довольно-таки неплохо удерживать позиции и защищать наши завоевания. лучники племя атрибатов. Ну, до того, как произойдет, можно сказать, всемирное такое счастье и процветание, в кавычках, конечно же, будет еще очень много трудностей. Это, в частности, конфликтов, которые сейчас разгораются и в 90-х годах. Тоже очень много было и в Африке. Ну, и бесконечные вот эти конфликты на Ближнем Востоке. Как мы в прошлой миссии проходили, да, и говорили об этих проблемах и в Малой Азии. Ну, в данный момент на Ближнем Востоке. Бесконечная вражда. Порожденный, опять же, этим терроризм в 60-х, 70-х годах. Хотя терроризм существовал практически вечно, но распространение очень сильное он получил только во время конфликтов новосозданного государства Израиль с арабскими разными странами. Ну, и потом он умело сейчас, в данный момент, используется для разных политических целей и для достижения разных экономических выгод, в том числе. как там есть такая поговорка, что у государства для подчеркивания своей важности всегда есть соблазн прибегнуть к терроризму. Это неизбежная суть развития. Да, здесь у нас очень сильно я вижу германскую кавалерию, а это очень негативный момент. неизбежная кавалерия неизбежная кавалерия отряды, то нас бы камня на камне не осталось. Видите, здесь довольно-таки активно постоянное передвижение, происходят постоянные контратаки. Варвары абсолютно не собираются сдаваться, сражаться, поэтому римляне остановились в своем завоевании Британии, потому что это уже не стоило того. Ну, и плюс не нашли ничего ценного. Никакого особого золота, серебра, залежи. Британский остров этим всем не обладал и для империи можно сказать, что это уже было чисто таким репутационным завоеванием. Никакого значения в экономическом плане Британия в то время не имела. И здесь обратно контратаки. Да, варвары не так просто сделаны. Такая немаленькая армия у нас собралась уже. Потихоньку будем переходить на ту сторону. Наша задача все-таки зачистить всю карту. Поэтому будем продвигаться дальше. Ага, здесь у нас интересный такой поворот событий. Это хорошо, что у нас в тылу есть постоянно деревни, которые производят новые отряды и пополняют наши войска. И вот наш союзник позволяет нам соответственно вербовать как видите варварские войска, которые в битве с теми же берсерками, с теми же варварскими. Конницы например, они наиболее эффективны. лес лес этот можно сказать бесконфликтный. Странно даже. Ага, мы видим, что река разделяет эти две половинки. Это всего лишь маленький полуостров. все, здесь чисто на этой стороне. Ну что ж, надо возвращаться и продвигаться далее. Так, что у нас здесь за вспышка насилия. Нет. Да, их конница довольно-таки живуча во всех отношениях. Позволяет отвлекать на себя внимание, а лучники в это время обстреливают безнаказанно наши отряды. Это негативный момент, но от него никуда не деться и противостоять ему могут только легионеры по сути и воины варварские союзнические. Здесь чисто. Возвращаемся, можно сказать, рямо туда поперлись. И опять же, опять же атаки со всех сторон такие небольшие атаки. Тоже интересно, когда писатели начинают писать книги об альтернативной истории, как бы все могло получиться, допустим, даже если брюне не захватили британские острова, если все происходило по-другому, если китайская империя в то время захватила Европу, ну и так далее. Это все, конечно, интересно. Все бы было наверняка по-другому. Хотя, в общем-то, человечество по сути одинаково, несмотря на все свои огромные культурные различия, даже с теми уже китайцами, у нас очень большие культурные различия, физические даже различия, в том отношении, что мы более крупные, другой цвет кожи, другой разрез глаз. Тем не менее, привычки у человека всегда одни и те же, склонность к тщеславию, к самореализации, либо же наоборот к подчинению и к привычке принятия решений за нас, ну и так далее. Хотя видим, что есть западная культура, есть восточная культура, западная культура это больше индивидуализм, это больше сосредоточение на себе, на человеке как единице, на его самореализации в жизни, а восточная культура это больше коллективизм. То есть, можно сказать, такие стадные привычки, решение, все за них одним вожаком, сосредоточение на родственнических связях, гумовство и так далее, но все вот эти вещи, которые сейчас в принципе считаются негативными. Сложно сказать, правильно это или нет, что это считается все негативным. Но можно сказать, что наш период все-таки преобладает западная культура, которая постоянно расширяет свои завоевания. Это происходит и из-за фильмов, и из-за кино, и из-за книг, и очень-очень в большой мере из-за интернета. Хотя, опять же, та же западная культура сейчас не четко выражена, очень сильно на нее влияют и другие культуры, все это сливается, перемешивается. Нельзя утверждать полностью, что наилучшие элементы берутся. Что-то хорошее, что-то плохое. Но все это очень активно происходит. Ого! Вот это нам бонус. Видите, какие громадные мечи. Страшные громадные мечи. Действительно, с таким врагом сложно вступать в битву, потому что ты знаешь, что он будет биться до конца, и солдаты, которые, допустим, стоят в первых рядах, однозначно понимают, что они умрут. То есть, если в обыкновенном сражении есть хоть какой-то шанс на то, что ты выживешь, победишь, там, заставишь врага бежать и так далее, то здесь таких шансов нет. Враг не побежит, у берсерков была репутация крайне решительных людей, ну и плюс одурманивание, конечно же, позволяло им не бояться фактически смерти. Чего не скажешь о других солдатах. Даже опытный солдат, он понимал, что для того, чтобы остались все-таки живыми эти берсерки, но у нас конницы довольно-таки немало. Так вот, даже опытный солдат, он понимал, что путь к выживанию на поле боя, он лежит через победу, то есть через то, чтобы обратить врага спять и прекрасно понимал, что нужно каждому стараться биться до последнего, в таком случае большая часть выживет. Здесь же все было по-другому, здесь однозначно было, когда происходили битвы с такими решительными врагами, что какая-то часть обязательно погибнет и надежды на полную бескровную победу вообще нету. обязательно будут потери, причем эти потери зачастую были довольно-таки существенными. Из-за этого моральный дух отрядов падал, ну и происходил эффект такого влияния психологического. За счет этого это еще больше усиливало отряды берсерков тех же. хотя у римлян как у солдат тоже была очень хорошая репутация. Везде разведчиков наставили, но они абсолютно не упускают нигде шанса проконтролировать свою местность. Но тем не менее я думаю, что мы уже переломный момент пережили. Три деревни в нашей власти, осталось только две, поэтому здесь мы в шоколаде. Постоянно забываем об этих ихних алтарях. Хотя в реальности я сомневаюсь, что если бы римляне уничтожили здесь башня, но хорошо хоть другого противника нету. Те как шаман беснуется. видите, негатив башни, она сразу ослабляет полностью все войска. Постоянно происходит сбрасывание сверху. Все войска очень сильно ослаблены. Видите, отрядов тут у нас сколько? Около десяти, и получается, что один отряд фактически наполовину уменьшил здоровье всех этих десяти отрядов. Поэтому без врача, если бы они ринулись дальше в схватку, можно сказать, что мы десять отрядов променяли на одного, и все из-за одной башни. Очень негативный момент. Треноваты, конечно, нервируют своими берсерками в соседнем лесу. Поэтому нужно их уничтожить. Так, врачи, врачи, куда вы всегда вперед? Хорошо, что ослаблены эти берсерки, поэтому мы разберемся с ними берсеркеры. Поэтому мы разберемся с ними быстро и без потерь. Плюс они еще неопытные. То есть не уничтожили наших отрядов много. Все, очередная деревня захвачена, и нам осталось лишь переправиться и захватить последний форпост. В этой части Британии мы преподадим урок «Как бояться римских орлов». По истории вы, наверное, помните, что римляне начинали опять же с захвата греческих земель. До этого очень сильное влияние имело и на ту же Малую Азию. И в Европе это греческая Македонская империя. Там было несколько у них получается греческие можно сказать греческая культура. Завоевание Александра Македонского создали определенную репутацию опять же греческим фалангам, македонским фалангам. Но впоследствии Рим присоединил Грецию в свои владения, перенял часть греческой культуры и стал таким своеобразным заменителем Греции на запишемся, да, потому что кто его знает, что он у нас на той стороне. смотрит. Там видим площади большие, пустые площади, там может быть довольно-таки много вражеского войска. Разведчиков леса поближе подтянем. Но Рим не только заменил Грецию в плане той мировой державы в западном полушарии, имевшем полную власть, а и расширил довольно-таки по сравнению с греческой так называемой, если назвать империей или мировой державой, то римская, конечно же, имела гораздо большее влияние. Вот видите, да, я как раз про контроль над территорией заговорил. И нас начали атаковать, причем с такой подлой стороны довольно-таки они перешли просто вброд, и мы потеряли контроль над той частью территории. Есть здесь тоже селение построено, осталось одно селение. И мы на этой карте закончим. Не знаю, из-за недостатков веселости, но это стратегия, поэтому, как вы заметили, на ютюбе стратегии не сильно популярны для прохождения по сравнению с другими играми. Конечно же, тут особых веселых, моментов каких-то разнообразных и активностей не найдешь, поэтому смотрит очень мало человек. Хотя есть определенная территория, которой это нравится. большинство, если даже им нравится эти стратегии, предпочитают проходить их самостоятельно. конечно же, такие моменты есть, другие. Это так называемая сила железа, то есть хватает ли железа для того, что, ну, при Торианце точно хватит железа, это старая игра, ну, тот же Рим Total War, ну, не Total War, а любая игра из Total War, не только Рим, а Medieval, Наполеон, Империя, ну, и так далее. То там, конечно, нужны мощности определенные, такие неплохие, особенно, когда очень много отрядов, и ты уже зашел по карте далеко. Тормоза, конечно, я играл, например, на очень слабом железе, даже в тот же Рим, в то время я играл, вот, здесь мы, наверное, не успеем, да, не успели затормозить, да, замечательно, погасили. Нет, Medieval, да, средневековье. Я играл на слабом железе, и поэтому приходилась, графика, ладно, с графикой еще можно смириться, там был более-менее компромисс в этом отношении, но когда много отрядов насаждали город, и в городе было много отрядов, то, конечно же, приходилось терпеть определенные какие-то тормозные моменты, хотя там вот именно соль вся в чем, в том, чтобы насладиться битвами. Ого, здесь охотников, у нас довольно-таки много отрядов, они очень сильно бьют, как лучники, они превосходные. Да, ну, я так и знал, что тут нас ждет огромнейшее дружелюбная встреча. Ого, персеркеров-то сколько. Но наши отряды опытные, тоже должны показать хоть что-то. Ай-яй-яй, что-то тут перевес не в нашу сторону. надо все, все абсолютно. Да, персеркеры в такой ситуации очень хорошо противостоят врагу. Хотя мы все же, все же, я так думаю. Ай-яй-яй. Видите, как быстро меняется баланс, расклад сил. Наши отряды перемололи и, по сути, остались одни врачи, которых сейчас хоть лучники выжили. Да, видите, что большая армия практически ничего не значит против сильного врага. остались одни лучники до конницы. Наши добрые, доблестные легионеры полегли в этой славной битве. Хотя славной вряд ли завоеванием Британии Цезарем не считалось славным. Так, вожди, я вижу там все вожди сбежались от Репатов, Котелаунов и всех остальных. А что там наверху у нас так упорно обстреливает. Ничего, да, все, трудности преодолены. Все, замечательно, победа. Так, врагов 1400, потери у нас сильные очень, да, по пропорции один к трем получается. И воинов нанято очень много. Ну, в общем, Британия такая Британия, как говорится. Ладно, все, до следующего раза. до следующего раза. Продолжение следует...